Ребят, ребят, хотите фокус? Смотрите, работающий телефон и есть у меня тут аккумулятор в нем, да? Смотрите, что происходит. Я беру и достаю отсюда аккумулятор, его здесь нету, а телефон продолжает работать. Охренеть чудеса! Ставь палец наверх и начали смотреть этот долгожданный ролик. Всем привет, дорогие друзья, с вами Илья, вы на канале Зверьё. Сегодня я вам покажу телефон Innos, модель D6000. Как я вот только получил, открыл, включил, понял, что это какой-то необычный телефон, прикольный телефон. Стоит, кстати, 16000 рублей, продается на официальном сайте компании Innos, помню их, Innos.com так и называется. Ссылка будет в любом случае в описании. Давайте смотреть, что это такое. Коробка оранжевого цвета, 16000 рублей. Давайте посмотрим, что здесь. Находим кабель тоже оранжевого цвета, это USB Type-C, во-первых. Это круто, что уже многие переходят на данный вид разъемов. Супер, то, что он универсальный, любой стороной можно его вставлять. И оранжевый, так, по цвет коробочки. Сетевой адаптер, чтобы заряжать телефон. И сам телефон. Здесь небольшая инструкция на русском языке, как начать пользоваться телефоном. Но мы-то с вами всё знаем. Значит, телефон, экран 5,2 дюйма, разрешение Full HD, фронтальная камера на 5 Мп, основная камера на 16 Мп, двойная диодная вспышка, снизу на задней крышке название компании Innos. Задняя крышка такая, знаете, soft-touch. На правой стороне находятся две клавиши, сверху и пониже. Одна из них это блокировка и разблокировка устройства, вторая то же самое. Опа, смотрите, в этом телефоне всё по два. Значит, смотрите, что мы можем делать. Горячая клавиша, она нижняя. Ну, верхняя всегда будет у нас включение-выключение телефона. А нижняя, ну, на любую функцию можно её назначить. Ну, прикольно. И с левой стороны находится регулировка громкости. Внутри установлен Android 5.1, но скоро можно будет поставить Android 6.0 сюда. Вот эта плёночка на экране, я её сниму, она потому что матовая. Экран хороший, качественный, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной, плюс можно ещё microSD вставить. По задней крышке у нас находится, я её так, немножко уже снял, аккумулятор. Ну, смотрите, в чём прикол этот телефон это. Мы достаём батарейку и телефон у нас продолжает работать. Офигеть, чудеса. А знаете, как такое происходит? Потому что это телефон с двумя аккумуляторами. Представьте себе. Есть один такой съёмный, который можно, как патроны в магазине, отстрелял. Опа, другой поставил. Короче, здесь у нас встроен аккумулятор прям в сам корпус. Первый на 2480 мАч. Он прям вот здесь вот установлен. А эти аккумуляторы мы можем, кстати, докупить. Даже на сайте, по-моему, они есть, по 990 рублей стоят. Он ёмкостью 3520 мАч. И всё это в сумме получается 6000. Вот отсюда и название модели. D6000. То есть в этом телефоне, когда мы вставляем второй аккумулятор, получается общая ёмкость 6000 мАч. Смотрите, что интересно. Здесь две сим-карты. Они вставляются вот под аккумулятором. Вот сюда вот. Они умеют работать и в 3G, и в 4G. Здесь microSD карточка. Значит, все уже привыкли к значкам, когда у нас две симки здесь работают. Да? А теперь смотрите, прикол, что у нас теперь будет два значка работающих аккумуляторов. То есть сейчас один. Я вставил. Хопа! Второй аккумулятор. Один у меня на 44 заряжен, другой на 76. Просто чума. И мне понравилось такое решение, что вот этот аккумулятор, можно купить их хоть пять штук еще дополнительно. Прикинь, ну пятерку потратить и идти куда-нибудь в поход. И вот просто их менять вот так. Хопа! Ну, встроенный у нас, понятное дело, он будет тоже разряжаться. Его можно чем-нибудь тоже подзарядить. Вес телефона, вот суммарно с двумя аккумуляторами, получается 188 грамм. Ну, он не такой уж и толстый. Видал я, телефоны потолще. Он комфортен. Давайте посмотрим, что он у нас там по тестам. По-моему, набрал 38 тысяч очков в Antutu. Так, это у нас фотография. Даже 38 тысяч 400 очков в Antutu, в Geekbench количество очков. Ну, и внутренняя информация. Процессор видео это Adreno 405. А обычный процессор это Qualcomm Snapdragon 615 здесь стоит. Кстати, восьмиядерный и 64-битная архитектура у него. Клавиши управления телефоном у нас сенсорные. Они появляются снизу экрана. Вот здесь вот. Дальше мы можем выйти назад. Давайте перейдем в камеру. Камера 5 и 16 мегапикселей. Ну, давайте посмотрим, как записывает видео. Здесь на видео нет такого, как автофокуса. То есть нельзя прям тыкать, чтобы сфокусировался именно здесь. Он сам там живет своей жизнью. Пример, с записи видео на Inos D6000. Фокусировки нету. И вот так, кстати, на дороге будет выглядеть видео. Если мы написали, к примеру, свои видео. Ну, это видео в Full HD. Прискак отображается на таком экране, наверное, не так. Средненько. Удовлетворительно. Давайте посмотрим фотографии. 16 мегапикселей. Это с фокусировкой. Ну, нормально, еще освещение хорошее. Можно все детали рассмотреть. Вот фотография на фронтальную камеру 5 мегапикселей. Ну, терпимо. Про что еще не сказал. Сверху находится 3,5 мм. Здесь находится микрофончик второй. Снизу мы находим USB Type-C. Вот он. Справа это у нас динамик. И слева у нас микрофон. Давайте вам продемонстрирую, как у нас тут играется, к примеру, музыка. Ну, откроем просто YouTube и включим какой-нибудь клик. Стой. Тихо. Телерсфер, спасибо большое. Справа у нас только динамик. А слева у нас микрофон. Ну, и USB Type-C. Это вообще очень круто. И поскорее бы уже везде ввели данную зарядку. Ну, и подключение вообще к компьютеру. USB 3.1 называется. А самое интересное, что нам тут обещают до 20 часов разговора при этих аккумуляторах. До 240 часов при проигрывании музыки. И целых 17 часов при воспроизведении видео. То есть на самый долгий полет хватит. А если еще и захватить аккумуляторы. Потому что это первое, зачем я полез вообще на сайт смотреть. Если я хочу все-таки свою телефону сделать реально такую станцию, которая у меня никогда не разрядится. Да, на сайте продаются отдельно аккумуляторы по 990 рублей. Их можно менять. Потому что сразу у меня такая... Возникает мысль, что это как... Ну, пистолет, патроны закончились в этом, в обойме. Хопа, вынул и новые вставил. Ну что, в асфальте вообще все отлично. Ну, 38 тысяч 300 очков, да, все верю. Все вообще без тормозов, без лагов идет. Ну и вот при всем, что вообще есть в этом телефоне. Он получается где-то на процентов 30-40. Ну, дешевле своих вообще конкурентов. За 16 тысяч рублей мы, в принципе, получаем хорошую камеру, довольно-таки. Ну, такую средненькую. Насчет производительности, все окей. Вот в игрушку поиграть асфальт 8 у меня ни одного влага не было. Насчет аккумулятора, да, это большой прикол. Это реально круто сделали. Это, наверное, первый в мире телефон, одновременно работающий с двумя аккумуляторами. Сразу два значка, и когда у тебя будет две симки, здесь у тебя еще и две кнопки сбоку, еще и двойная вспышка. Короче, все по два. Короче, с этим телефоном все нормально. Если вы хотите сами подробнее почитать про это, посмотреть, то, как уже говорил, ссылка будет в описании. И от вас хочу сейчас вообще услышать, что вы думаете по этому поводу насчет двух аккумуляторов. Насколько это круто, и насколько вы вообще готовы были это увидеть. Пишите об этом в комментариях. Не забывайте ставить оценки, и подписывайтесь на новые ролики на моем канале. Ну все, с вами был Илья. Пока, и еще раз чудо. Хопа, и все у нас продолжает работать. Прямо можно друзьям показывать фокусы. Пока.